Приветствую вас, я прочитал ваш текст, вопрос вы его не задаете, то есть прямого вопроса, да, то есть не конкретно что вам делать, ничего, вот, поэтому я, пожалуй, ну, зачитаю ваш текст, да, вот, и укажу на те моменты, где вы правы, где вы, как бы, ну, конструктивно подходите, да, где вы находитесь действительно, как бы, на верном пути, на положительном, позитивном пути, вот, а где вы находитесь на деструктивном пути, вот, и предупреждаю сразу, что какие-то вещи вам могут не понравиться, потому что это может запронуть довольно широкий пласт ваших представлений, но тем не менее. Значит так, вчера вечером ездила кому-нибудь в больницу, навещала его, общалась с Дерниным по делу, обовернулась домой, написала смсов на вот как он легла спать. Утром, как проснулась, еще раз спросила, как он себя чувствует, на что она ответила длинный смс, с обвинениями в том, что я эгоистка, что после вчерашнего моего визита он не спал в ночь, что лучше бы я никак не поддерживал, тем так. Ну вот, здесь, да, смотрите, какая история. С одной стороны, мужчина, который говорит, что он не спал всю ночь, да, и, в общем-то, что вы эгоистка, ну, это, конечно, позиция такая, довольно инфантильная. Да, и вообще на протяжении всего вашего повествования прослеживается неуважение личных границ, ну, то есть того вот, о чем мы, собственно, с вами говорили, да. Вот, то есть это нарушение личных границ, то есть это, видимо, непонимание своих границ, да, и, соответственно, неуважение чужих границ. Вот, личных, личных, чужих, личных границ. Это вот с его стороны такая инфантильная, я бы сказал, не зрела, да, потому что личных границ не знает ребенок. Но, с другой стороны, с другой стороны, и вы тоже здесь поступаете, ну, в некотором смысле, высокомерно, нет, не высокомерно, лицемерно, простите, лицемерно. Почему? Вы вроде как навещаете своего мужа, а? Вроде как вы приезжаете к нему, ну, то есть вы посетитель, и вроде как вы его поддерживаете, ну, должны. Вы этого делать не хотите, ну, потому что у вас проблема. Это правда, это справедливо, это верно. Тогда не надо приезжать к нему в больницу. Можно. Вот это происходит, по сути, ваше действие, то же, что и будет дальше, да, это самопожертвование. Понимаете? Вот. И вы говорите, что вот, я ставлю интересы своего мужа, привычу, чем я не горжусь. Гордиться не нужно. То есть не нужно гордиться, и не нужно не гордиться. Простите за такой, может быть, коломбур. Нужно просто этого не делать. Понимаете? Вот это все. Если вы едете к больному, к больному, да, к больнице, и вы не можете его поддержать, не хотите его поддерживать, это ваше право. Ну, тогда нужно сказать себе, окей, окей, я не поеду. Так что в том, что он говорит, что лучше бы вы никак его не поддерживали, это правда. Это правда. И об этом задуматься. Если вы не хотите чего-то делать для человека искренне, да, если вы не хотите чего-то делать для человека искренне, лучше этого не делать. Если то, что вы можете сделать для человека, ну вот, например, например, вы искренне хотели, хотели поехать к мужу в больницу, например. Но если вы знаете, что человеку это будет неприятно, лучше этого тоже не делать. Такой момент Именно поэтому Человек и считает Ваши эгоисты Что вы делаете На него то что вы считаете Нужным При этом не заботитесь о том Как он это воспримет Если вы не заботитесь о том Как человек воспримет то что вы делаете Для него то вам на него плевать Прогично? Прогично На что я ему ответил Что мне тоже есть на что пожаловать Он всегда найдет всем меня обвинить И что я поддерживаю его Как могу вплоть эту ситуацию Здесь пожалуй Здесь пожалуй тоже Скорректировка идет Ваши стон Потому что Вы отвечаете ему темно То есть вы говорите Мне есть на что пожаловаться То есть типа Как вы вроде бы не пожалуете Но в то же время Вы говорите что вы пожалуете Это игра Это психологическая игра Которая мне сейчас распознать представляется Не представляется во многом То есть это может быть игра Я же старался Но посмотреть эту игру Я же старался Психологическую В интернете Вот Может быть эта игра В жертву Эта игра тоже есть Вот Посмотрите какая Из них вам больше пройдет Соответственно на ту и ориентируетесь Вот Но по факту Опять же здесь Есть немножко люцемерия Я понимаю что вам это не нравится То что я говорю Возможно Но лучше Лучше как бы так Да Вот Есть люцемерия То есть если вам есть на что Пожалуйста Жалуйте Смотрите сразу Если вы считаете Что жалуется вам сейчас Винга Ну Не отвечайте вообще А то вот Не так и не так И это раздражает Это раздражает Раздражает почему Потому что Мужчина Мало кто из мужчин Вообще понимает намеки Ну вот Такие мы мужчины Вот Мало кто по ним Понимает намек И вы либо говорите Право Как есть Либо Либо вы вообще Ничего не говорите Для мужчин Ну многие мужчины Так считают Вот И все И если вы Как вы говорите Слабая женщина А он Как вы говорите Несильный мужчина К этому я еще вернусь Что Вести себя нужно так Чтобы мужчина вас понимал То что вы говорите ему Он не понимает Нужно говорить на его языке Дальше В ответ он позвонил По телефону Начал обвинять меня Что я эгоист У меня что-то случилось Он бы наплевал На старость Это не серьезно Что он Взял от меня объятия Поддержки Как английского человека А я играл себе Как чужа Ну вы написали Как чужой Из фильма Да чужой Вот Как чужа Здесь Есть Следующая Тонкость Она Ну во первых То что вы эгоистка Об этом я уже сказал Повторять я не буду Другое дело Что он вам это повторяет И вот тут как бы Возникает момент Человек очень часто Употребляет слово Эгоист Да Ну то есть Эгоист Говорит о таких вещах Как объятия Поддержка Но У него Несерьезное заболевание Если я правильно Вас понял Ну да Операция на досуде Это неприятно Но не серьезно Это не онкология Это не хроническая ситуация Опять же Насколько я понял С чего вас поддержит Тем более Это плановая операция Здесь на мой взгляд Есть проекция Что этот мужчина Профессирует на вас Свой эгоизм Вот если В первом Случае Он В общем-то Находился В своем праве Да Ну действительно Он мог так сказать Хотя Не спал ночью Это конечно жестко Вот Здесь уже нет Это уже перебор Это уже перекус Это первой маме Второй маме Он говорит Я бы наплевал на ссоры На ссоры Что это не серьезно Это и есть Нарушение границ Личных границ То есть он бы наплевал на ссоры Он бы Может быть Действительно Да Вел бы себя Как близкий человек Но при этом Сама ссора Да Она осталась бы Ну Незавершенной То есть Не было бы никакого Логичного завершения От того Что Медуами Произошло Абсолютно Никакого Вообще И Это момент Это момент Мужчина Действительно Говорит То что он думает Он действительно Бы Наплевал на ссоры Потому что Личные границы У него Дотмыты У него их нет У него их нет Он стремится К слиянию О чем Он вам И говорит Ты должна думать Нормально То есть Ты должна думать Как я Ты должна поступаться Как я Ты должна думать Что это нормально Это все По факту Стремление К слиянию В точно Недоровом отношении Ну У мужчины Ну Это Как бы Идет речь о нем О И его Раздражает Его Раздражает Что вы Эти границы Постоянно поднимаете Они его Раздражают Они вызывают У него фрустрацию Из-за этого У него такая реакция На что я ему Отвесил Что ссоры У нас Не пустяковые И что мы И правда Стали чужими После того Что произошло Ну Опять же Опять же Вот В зависимости От того Чего хотите Вы В зависимости От того Что нужно вам В этой Конкретной Ситуации В зависимости От того Какова Ваша цель Цель И задача Можно Рассматривать Эту Фразу Да Как Манипуляция С одной Стороны Как Манипуляцию С одной Стороны Вот А Другой Как Действительно Ну Свидетельство Свидетельство От того Что Вам Как-то Тяжело Грустно Значит И так далее И так далее В зависимости От цели И вот Здесь На мой Гляд Цель Опять же Вступает Противоречие То есть Если вам Грустно Тяжело Не надо Было Музя Поддерживать Ну Просто Потому Что Иначе Это Жертва Это Жертва Если Вы Его Поддерживаете То Это Провокация Ага То Что Вы Говорите Понимаете Какая Сторая Дальше Одновная Музель Музя Если бы Я не начала Уходить От разговора И дослуживая Его Ничего Бы Не Было Ну Это Вот Знаете Психология Это Называется Трикирование Горячих Трошков Картофел Картофел Вот Почитайте Об этом В интернете Тоже Я думаю Найдется Информация Вот Значит Он Прикинет На вас Вину Говорит Что Вы Издевались Одни Что Вы Виноваты В том Схвате Меня И Во всех Его Последующих Действиях Это Инфансивность Принет Ответственности Видите Какая Штука Анастасия Вот Если Вы В этом Моменте Не Поймете Для себя Что Человек Всегда Ответственность Будет Возлагать На вас Что Его Сила Мужественность Там Вот это Сила Полезна И Используется Им Только Тогда Когда Удобно Ему А Никогда Это Не Обходимо Если Вы Поймете Что Для Человека Это Единственный Способ Пока Что Строить Отношения Перекладывать Ответственность На Вас Если Вы Сейчас Этого Не Поймете То В дальнейшем Вам Будет Только Хуже Что Бо Вы Не Сделали Как Бо Вы Не Подступили В дальнейшем Вам Будет Только Хуже Если Человек Перекладывает Ответственность Если Человек Обвиняет Лад В том Что Сделал Он Это Инфантильная Эгеристичная Повица И Нужно Понимать Что Как Б Обвинения Будут Дальше Потому Что Сюртва В каждом Из нас В принципе Одинаково И Мужчина Испытывает Вину За То Что Он Дел Это 5 Но Его Вина На вас Никак К сожалению Не влияет Совсем Особо Совсем Не Влияет И Чтобы Она Повлияла Нужно Чтобы Мужчина Остался Один на Один Своей Виной Либо Он Ее Расшипит И Поймешь Что Виноват Все Так Он Либо Он Найдет Какой Нибудь Другой Объект Приложения Этого Звездо Вины У вас Отношения Токсичные Отправляющие Вас Обои Вся Пустила На данный Момент Сейчас Говорил Сезон Меня Жагу К Примирению Потому Что По Его Мнению Все Закрутилось Из Меня Что Я Первая Неправильная Себя Повела А Все Что Делал Он Лично Естественная Реация Анастасия Ну Здесь Понимаете Я Допускаю Что Вы Не Затем Объективны Да Я Допускаю Стоп Факт Что Вы Могли Человека Как-то Неправильно Понять Ну Протом Силу Своих Эмоций Вот Поэтому Я Не Берусь Судить О Том Вот Как На самом Деле У вас Обстоят Дела Да Не Берусь Об этом Судить Но Я Однозначно Хочу Сказать Следующее Что Если Если Вас Не Немняется То Как Человек Себя Ведет Если Вас Не Устраивает То Как Мужчина Себя Ведет Если Вас Не Устраивает Это Это Отношение К Что Либо Неприемлемо Вообще Да Ну Просто Неприемлемо Вот То Это Является Единственным Основанием Для того Чтобы Любое Поведение Кого Угодно Не Принимать Абсолютно Абсолютно Любое Поведение Не Принимать Вот Для Вас Это Недопустимо Но Вам Нужно Раз И Всегда Для Себя Определить Что Именно Недопустимо Для Вас Что Именно И Почему Для Вас Недопустимо То Есть Что Допустимо А Что Нет Конкретно В психическом Плане Физическом Плане И Все Вот Этим Определитесь Один раз Но Навсегда Знаете Потому Что То Что Вы Говорите Да То Что Мужина Там Говорит Что У вас Неправильное Поведение Как Более Там Да И так далее Все Это Может быть Правда А может И нет Я Не знаю Потому Что Нужно Высвести С В В Сторон Я уверен Что У Мужчин Найдется Что Сказать По Отношению К Но Момент Другой Гадать Вот Гадать Реально Гадать И Разбирать Кто Там И Что Сделал Не так Можно Очень Долго На самом Деле Вопрос Не в этом Вопрос В другом Какие Какие У кого Какие У кого Границы И Все Вот Это Является Самым Важным По Сути И Ничего Бы Этого Не Было Я Веду Что Не Было Если Бы Вы Определились Тем Что На Вас Прием Но Вас Все Нет Вы Могли Сказать Мужчине Так Что Например Да Я Могла Вести Себя Неправильно Я Могла Вести Себя Неверно Я С тобой Согласна Я Не Спорю Но Но Для Меня Для Меня Не Приемлемо Когда Мужчина Вот Там То 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 И Все Спорь И Все Больше Объяснений Не Нужно Никаких Меня Не Приемлемо И Все Понимаете Какая история И Тут Уже Ничего Не Поделать Мужчина Может Сколько Угодно Говорить Что Это Из-за Вас Но Если Из-за Вас Не Приемлемо Его Поведение Ну вот Например Грубо говоря Да Он Вас Толкнул Он Нас Толкнул Или Там Не знаю Вы Его Толкнули Вы Его Как Там Ну Так Слепнули Да Он Нас Там Грубо Одернул Например Например Ну вот И Это Неприемлемо Для Вас И Все Для Этого Не Граница Лично С Нас Дальше На Это Я Отвечал Что Я Начинал Уходить От Разговора Не Просто Так А Потому Что Он Назал Мое Мнение Пустым И Сказал Что Я Хочу Чтобы Ты Думала Нормально Меня Оскорбили Эти Слова И Только После Этого Я Уже Не Хотел Продолжать Разговор Ну Знаете Вот Если Отрадовайтесь Да Объяснить Пытайтесь Если Вы Объясняли Ну Музеру Вот Это Так же Как Вы Объясняли Мне Так же Как Вы Объясняли Мне То Я К сожалению Могу Сказать Что Ничего Хорошего От этого Не Выйдет Вот Потому Это Воспринимается Все равно Как Оправдание Как Вот Надо Знаете Если У вас Вот В чем Как бы В чем Полит Личные границы Если у вас Они есть То Не нужно Ничего Объяснять Вы Просто Говорите Что Для Меня Для Меня Неприемлемо То Что Там Было Что Ты Дел Из Всего Ну Вот Неприемлемо Для Меня Это Как Больше Ничего Не нужно На самом деле Никаких Объяснений Не нужно Больше А вы Пытаетесь Что-то Объяснять Вы Пытаетесь Что-то Рассказывает Понимаете Мужчина Все это знает Мужчина знает Все то Что вы говорите Ему Скорее всего Мужчина Это все знает Он это Не принимает Не потому Что не знает Не потому Что вы ему Что-то новое Скажете Нет Он Это не принимает Потому Что Для него Не важно Для него Не важно То что что чувствуете вы, он не воспринимает вас всерьез. Вот поэтому он все это и говорит. Понимаете, какая история. А вы, вы надеетесь, ему что-то объяснить. Вот, включайте себе эту ситуацию, представьте себе ситуацию, что вам ничего объяснять вообще не нужно совершенно. Да? Просто представьте себе, что ничего мужчине объяснять не нужно. Что мужчина все знает сам. Что у мужчины есть все данные. Да? Что мужчина в курсе всего того, что он делал. Представьте себе все слова, те слова, о которых он говорит. Это только для того, чтобы убедить вас в том, что вы не имеете права так думать, поступать или как-либо еще действовать. Вот представьте себе, что эта ситуация так. Представьте себе, что слова абсолютно бессмысленны здесь. Просто представьте себе. Представьте себе это. И подумайте, как тогда поступать. Подумайте, что тогда делать. Подумайте, как тогда вы бы себя стали вести. Понимаете? Потому что очень редко люди сами не знают, что и почему происходит. Как правило, они знают, что, почему, из-за чего, по каким причинам и так далее. Все это люди знают. И это их не останавливает от того, чтобы снова и снова повторять то, что они говорят и делают. Потому что на это, так сказать, их желание. Желание не понимания от того, что чувствует другой человек, а именно их желание. Ваш муж знает, что вы хотите. Ваш муж понимает, что ну, что вот, что-то происходит, да, это, как бы, ну, не на пустом месте. Он понимает, что вы, извините, не ловите кайф от того, что ссоритесь с ним, от того, что, там, постоянно вы сняете отношения или от того, что не можете его нормально поддержать. Я уверен, что муж понимает, что вы не ловите кайф от того, что, например, вынуждены уходить. Я уверен, что в глубине души муж это все понимает прекрасно. Но его желание для него важнее. И именно поэтому он делает все вот эти вещи, именно поэтому он так говорит. Просто поймите, что слова здесь бесполезны. Человек не хочет, не потому что, не потому что он не понимает. Человек не хочет, а то не хочет. И каждое ваше действие, любое ваше действие, какое бы вы не совершили, да, будет для человека, по сути, еще одним подтверждением того, что вы не правы, а он прав. Понимаете? Такая история. Ага, ответила, что понимаю, что могла повезти себя по-другому, но поступила так от обиды, и что даже если так и привела себя, это не дает ему права, применять ко мне силу, и что это не спиртная реакция, что это неприемлемо. Дальше сказал, что не считаю, что должна извиняться первая. Ну, брат, на самом деле, вот этот вот момент, да, этот момент, я не знаю, как вы жили раньше, но очевидно, что у вас были не дополняющие, не взаимодополняющие отношения, очевидно, что у вас были отношения скорее даже на даже, потому что потому что не важно, кто извинит, извинится. Не важно, кто извинится. Важно, скорее, за что извинится. Вот так это, это скорее. то есть вам извинится можно, вам можно извинится. Не важно, когда вы это сделаете. Вопрос, в чем извините? За что? Что вы считаете, как вы считаете, что вы сделали неправильно? Что вы могли сделать неправильно? Вот за это и люди извинятся. И не первые, не вторые, а просто извинятся. А иначе отношения таким образом превращаются просто в какое-то соревнование. Ты извинился первым, ты извинился вторым. Это не серьезно на самом деле. Понимаете? То есть я хочу, чтобы вы вот этот момент, да, я хочу, чтобы вы его постарались понять для себя. Ибо он важен. Вот. Что касается того, что вы могли повезти себя по-другому, но поступили так от обиды, то это опять звучит как оправдание. На самом деле, если обиды, то это ваша проблема, то это ваши обиды, это ваша реакция, это ваша ответственность. Единственное основание, по которому вы могли поступить как-то, это основание только неприемлемости границ и собственной защиты. обиды, обиды, это детское обиды. Понимаете? Вот и мужчина на вас обижается, обижается, что вы не принимаете его позицию, обижается, что вы не клещите его, обижается, что вы не идете к нему навстречу, да, не идете у него на поводу. это дерзкая обидца. И вы говорят, что поступаете как-то от обиды. Что же выглядите ребенком? Вот и встречаются два ребенка. Везде получаются. Вот это скандал, да, там нет взрослых, нет взрослых, нет. Дальше, значит, если я так и повел от тебя, это не дает ему права применять ко мне силу и что это неизвестный реактор. Да, это не дает права. Это не дает права ему применять к вам силу, это правда, это так. Но, но, есть одно но. есть одно но у этого момента. Я но, это но следующее. реагирует. Вот, если вы считаете, что у человека нет права применять ко мне силу, и что это неестественная реакция, да, то просто не нужно на это реагировать. То есть просто нужно устранить источник этой негативной реакции на вас. А поскольку вы находите с этим человек, взаимодействуете с ним, общаетесь с ним, то получается, что вроде как, вроде как, вы его принимаете, ну, как, вы его принимаете, с таким. И вроде как, вы его принимаете специально для того, чтобы указывать ему на то, что вы слабое, что вы жертва, а он такой сильный и тиран. Понимаете? Вы выглядите здесь, как жертва. Жертва не берет на себя ответственность. Анастасия. Жертва не отвечает на себя сама. я это увидел в нашем разговоре с вами, что вы не то, чтобы прямо не берете ответственность, да, я не утверждаю этого наверняка. Вот. Я скорее говорил о том, что вы с неохотой берете ответственность с себя. И все шестки отдаляете в тот момент, когда нужно будет эту ответственность взять. Такое впечатление, что вы ее боитесь. Ну, и, вообще-то говоря, это нормально, с тем того, что ваша мама, да, вас подавляла и все время говорила, что вам делать. То есть, она, по сути, обесценивала вашу способность брать на себя ответственность. Вот поэтому вы так себя ведете. Ну, для моей души возможно вы считаете, что неспособность справиться с ответственностью своей. Потом он по кругу говорил одно и то же и постоянно повторялся, что я над ним надеваюсь, что я эгоистка. Ну, об этом я уже говорил. Но, то я ему в конце договора ответил, что он взрослый сильный мужчина, а я слабая личная и кто еще над кем надевается. Ну, отдельный момент. Да? Момент какой? Вроде бы все правильно, да? Вроде бы, что он сильный мужчина, а вы слабая женщина. Но! Но! Смотрите, Анастасия, если вы слабая женщина, что это означает, что вы отдаетесь на волю мужчине. То есть, вы подчиняетесь мужчине, вы делаете так, как он говорит, вы делаете то, что он говорит, если вы слабая. это и происходит. Мужчина подчиняет вас своей воле, вам это не нравится. И если вам это не нравится, если вы не желаете принимать то, что он так себя ведет, не желаете принимать такое проявление силы, то вам необходимо перестать быть слабой женщиной. То есть, нельзя считать себя слабой женщиной. Нельзя считать себя слабее мужчины. Вы не слабее, вы такая же. На его страде физическая сила, да, но физическая сила не делает вас слабее. Представляете, представление о себе как о слабой женщине, именно представление о себе как о слабой женщине, в данном случае позволяет вам опять-таки быть жесткой. Но вместо этого нужно еще раз взять ответственность. У слабой женщины есть одна ответственность. Это ответственность подчинению, это ответственность ведомости. То есть, вы ведома по отношению к своему мужчине. Вы ведомы по отношению к своему мужчине. Вы слабая женщина, вы подчиняете. Если вы не хотите подчиняться, вы уже не слабая женщина. То, что вы делаете сейчас по своему музею, это не поведение слабой женщины. Это поведение сильной женщины. Но вы по-преднему представляете себя слабой. И тем самым, это дается впечатление, что вы музею манипулируетесь, что вы музею провоцируетесь. И именно отсюда его такая реакция. С другой стороны, мужчина явно не выдерживает обращения своих эмоций на себя самого. Это тоже очевидно, к сожалению. Но только опять же, с какой-то толку вам. Я очень зла на него после этого разговора. Но опять же, знаете, взрослый нужно обратить на себя. То есть, не на него даже злиться, а на себя. А то, что вы чувствуете, это все вы. Это важная ответственность. Понимаете? Вот вы злитесь на него, а вы подумайте, а что вы сделали? Вот что вы сделали, чтобы не злиться? Что вы можете сделать, чтобы не злиться? Вас злит что? Что это делаем? Что это не нравится? Но разве не вы несете ответственность за то, что вам не нравится и за то, что вам задевает? Вы и только вы. Меня это в ходе делает еще то, что у его папы был день рождения 8 ноября, когда он был с мамой на отдыхе. В воскресенье они возвращаются, 25-го будет его отмечаться и семья со мной, мужем, его бабочкой, и мне родиться. Ну все-таки, ну подумайте, как вот вы будете на этом день рождения, да, если у вас натянуты отношения с мужем? Или вы постериться хотите на дне рождения? А это произойдет, за мужем не заражает, как говорится. Муж, кстати, во время разговора бросил, если я уйду, то это все разрушено. Естественно, это нормально. Для такого человека, как он, это нормально. Если я уйду до дне рождения, то ни я, ни мои родители прийти не смогут, а все это будет странно. На самом деле нет. На самом деле нет. Вот здесь опять, вы не думаете о себе, но думаете о других. Это не работает так, на самом деле. Если вы не придете, то у вас есть право. Ваши родители прийти, им могут. Потому что это ваши родители, они нищие, к вам отношения никакого не имеют. Понимаете? Они не имеют к вам никакого отношения. Есть вы, есть ваши родители. И папа будет не виноват ни в чем, чтобы вот так его оставлять для гостей. Папа, может быть, и не виноват. Но и вы тоже не виноваты. И если вы придете к нему в гости, и там будет муж, что папе будет не лучше от этого. Ну, то есть, ему не будет лучше от того, что вы придете и выйдете там, с натянутыми лицами, да, напряженными лицами обещаться. Хотя все понимают, что над вами конфликт. Вот. В общем, парадокс. Мой обвиняет меня в эгоизме, что хотя его интерес, я ставлю приоритет Анатасия. Есть одна закономерность. Те люди, которые ставят чужие интересы превыше своих, всегда подвергаются критике в отношении того, что они эгоисты. Потому что люди, чьи интересы они ставят превыше своих, на самом деле являются эгоистами и на этих людей, которые ставят их интересы выше своих, проецируют свой эгоизм, называя эгоистов именно их. Это работает именно так. Я не могла позволить себе оставить его во время операции, не могу позволить оставить его папу без гостей. И так будет всегда, Анатасия. Так будет всегда. Когда найдется что-то... Смотрите, раньше вы говорили про больницу. Хотя я вам говорю, что можно уходить, не надо подвергать мужа. Теперь вы говорите про отца, про его днерождение. Как вы вам делали вообще до дня рождения его отца, если вы живете с мужем? Какое вам дело? А если муж вам изменит, например, вы тоже будете им жить до днерождения отца? понимаете, какая история? Всегда найдется что-то, где нет полимеров. Вы либо уходите здесь и сейчас, ну, конечно, как мужа выпишет, вы уходите после этого, или как он встанет на ноги, либо вы не уходите никогда. Понимаете? Ну, не бывает в другом анастасии. Другое дело, что вы боитесь идти. Если так, мы с этим нужно работать. Почему вы боитесь идти? Что для вас означает уход, что для вас означает возможный разрыв отношений с мужем? Это да. А во всем остальном, во всем остальном, это иллюзия. Иллюзия контроля. Иллюзия свободна. Понимаете? Муж знает. Муж знает, что вас цепляет одно, и из-за этого вы не уходите. Вас цепляет другое, и из-за этого вы не уходите. Вас цепляет третье. Так будет всегда. Понимаете? Когда вы говорите, что я не могла позволить себе оставить его во время образа, это чувство вины. Чувство вины. которое идет отмана, которое говорит вам делать уроки, и которое вам нужно говорить нет. Потому что вы себе вредите. Когда вы говорите, я не могу подложить, оставить его папу без гостей, то же самое. Все до третьей недели еще глобальную стату его папа. Какое вам дело вообще до его папы? Какое отношение папа имеет к вашим отношениям с мужем? Никакого. Никакого отношения он не имеет. Понимаете? Вот. И по итогу я могу о настафе сказать следующее пример. Что наша позиция с точки зрения психологии является деструктивной. Напоминает она, эта позиция напоминает знаете погружение в болото. Вот так. то есть вы вроде бы вроде бы как хотите уйти. Вы вроде бы как настроены на то чтобы уйти ну вроде бы как вроде бы но в то же время вы этого не делаете потому что потому что вы не свободны. Вы так и не говорите нет тем кто нас окружает. а ведь это необходимо это принципиально важно принципиально важно говорить не с тем что пытается вас принудить к чему-либо не важно к чему понимаете какая история и вот пока вы это нет не говорите все будет так вы так и будете не свободны понимаете если понять вас с мужем с натяжкой но можно ну понять то что вы не хотите не хотели уходить от мужа это можно понять ну так с натяжкой конечно потому что операция не плановая ничего там операция плановая ничего там серьезного у мужа нет вот и до конца ему нужно показать да что ну как бы он перешел все рту вот но можно принять с отцом нельзя знаете если пока вы делаете так пока вы делаете все это пока вы отстаетесь то ради мужа то ради отца то ради еще чего-то вот он считает вас виноваты это действительно выглядит так как будто вы виноваты и до тех пор пока вы не поставите мужа перед фактом что вот я ухожу я не буду на дне рождении это твоя ответственность ничего не изменит да мужчина обвинит вас да мужчина скажет что вы действительно что вы в этом виноваты что это ваше как бы ну это ваша идея что это ваша задумка что это вы что-то там выдумали и так далее и так далее да он это скажет все но но при этом при этом реальность будет говорить ему что может быть вы и не правы вы анастасия да может быть вы не правы но он он тоже для этого что-то сделал если вы хотите реально сохранить семью уходите уходите прямо сейчас уходите после того как муж садит на ноги но не надо тянуть как бы отдаляя уход вы обесцениваете себя еще больше 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 и чем больше вы обесцениваете себя тем больше вы убеждаете своего мужа в том что вы чувствуете себя виноватой чем больше это происходит тем больше шансов что потом когда вы уйдете наконец если это произойдет а ваш муж ничего не сделает для того чтобы вернуть вас вы этого хотите вы хотите разрушить свою семью если да то пожалуйста действуйте так действуйте если нет то уходите если хотите наладить отношения то уходите чем быстрее муж столкнется как можно с как можно более реальными последствиями своих действий именно своих действий так если вы говорите что это ответ мужчины мужчины если вы говорите что это его вина если вы говорите что это его поведение неприемлемо да и я с вами согласен здесь я согласен что его поведение неприемлемо так вот если вы все это говорите то извините тогда если вы все это говорите то то нужно чтобы были реальные последствия у мужа нужно чтобы муж столкнулся с этими последствиями, понимаете? А что получается? Что получается сейчас? А сейчас получается, что никаких последствий нет для мужа. Вы только кричите, вы только ссоритесь, вы только что-то говорите, и всё. Реальных последствий нет. Это все слова. Слова мужчины не воспринимают. Ну, ваше слова мужчины не воспринимают. Вот. Ну и всё. Знаете, какая история? И вот, собственно, это реальность. Это реальность. Я понимаю, что вам это неприятно, я понимаю, но отделите себя. Начинайте отделять себя прямо сейчас от своих родителей. От своего мужа, от своих родителей. Отделяйте. Если родители хотят идти ради родины, да пусть идут. Ничего странного в том, что они придут без вас. Нет, 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 потому что в отличие от вас, они не ссорились с мужчиной, с вашим мужем. Но они ему не чужие, они ему не знакомые, и они могут прийти. Другое дело, что если родители мужа, да, не примут вас, родителей без вас, или муж не захочет принимать ваших родителей без вас. Но это говорит тогда только о том, что ничего искреннего между им, ну, между семьей мужа и им самим, и вашими родителями, нет. И тогда у нас не каждый вопрос, а дальше что боролись? Понимаете? С какой стати, грубо говоря, вы отвечаете за, значит, ну, за благосостояние взрослого человека, отца мужа? И такой стати, вы отвечаете за это, ценой своего здоровья, своих нервов, своего настроения, своих сил, и ценой моего психологического состояния, психологического здоровья. Понимаете? Это вот и есть такой момент, который вам ваша мама внушила. Вот, ты должна, ты должна делать уроки, ты должна научиться хорошо для меня. Не для себя. Для меня. Ты должна, как бы, говорить вам, ваших мамах. И вы везде, во всех видите ее слова. Ну, я не знаю, насколько вы согласитесь с этой позицией, согласитесь ли вы с ней. Ну, вот, если я, я как бы говорю, что, в общем и целом, это достаточно тяжело для, ну, для вас, да, вообще для любого человека, подобные вещи тяжело сомнавать. Вот. Я не знаю, я не знаю, насколько вы согласитесь с моей позицией, но я знаю точно, совершенно, что если вы ничего не поменяете, да, если вы прямо здесь и прямо сейчас ничего не сделаете, то, что ситуация не улучшится. Просто мотивов, стимулов не будет для улучшения этой ситуации, Анастасия. Ого. И дальше. Я рекомендую вам, рекомендую вам, вообще, давайте вот, пересмотреть свою социальную позицию, социальную позицию по отношению к другим людям. То есть, к родителям мужа, может быть, к своим родителям. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация, она несколько повторяется. То есть, что это значит? Что значит, ситуация повторяется, да? Это значит, что, грубо говоря, насколько вы были привязаны к своим родителям, настолько вы привязаны и к родителям своего мужа. Понятно? Понятно? Я помню, что ваш муж, это первый мужчина у вас, что вы до этого не были в браке и что, как я понял, до этого у вас не было отношений. Вот. И вы, возможно, не знаете, как может быть по-другому. Но поверьте мне, поверьте, вот мне, как психологу, да, как человеку, у которого есть опыт работы с множеством семей, вот, поверьте, что вы живете не с родителями, да, вы живете не с кем-либо еще. Вы живете только исключительно с мужем своим. Родители – это хорошо. Родители – это здорово. Но это, скорее, как дополнение, это ни в коем случае не самостоятельные какие-то элементы. То есть точно не то, ради чего стоит менять свое поведение, да, ну вот, по отношению к себе и мужу. То есть родители – это не то, из-за чего вам стоит терпеть проблемы во взаимоотношениях со своим мужем. Вот так вот. Ну, получается, что вы приносите в жертву себе, значит, себя, приносите в жертву семье своего мужа. Вот. Я уже, кстати говоря, молчу о том, что ведь следующее день рождения будет, как бы, да, ну, у вашего свекра. А следующий день рождения будет. И что тогда? На следующий день рождения у него не будет гостей, например. И что он отличается от этого дня рождения от следующего дня рождения? Почему вы не даете доказать своему мужу, как страдает его отец, что он как сын делает вещи, которые неправильно? Понятно? Вот. Или вы уже, как я уже сказал, совсем решили, что, ну, вы решили, что с вашим мужем вам больше не по пути. Знаете? Вот. Подумайте об этом. Я надеюсь, что это будет полезно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам остались дополнительные вопросы, соответственно, вы можете мне их задать, да, эти вопросы, эти вопросы. Вот. Я на них отвечу либо текстом, либо, если это вопросы такие, ну, небольшие, необъемные, то можно и текстом ответить. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!